Здравствуйте! Это программа «День города» в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. Состояние труб теплотрассы. Доходит ли тепло до домов рязанцев? Судьба рязанского троллейбуса. Постигнет ли его участь трамвая? Служителей нет. Акция «Военная служба по контракту. Твой выбор» прошла в Рязани. Внимание, пешеход. Блогер Илья Варламов раскритиковал действия рязанских властей. Общественный транспорт во всем своем многообразии. Троллейбус уже давно стал символом городского быта современных людей. Конечно, пассажиров по сравнению с 90-ми годами прошлого века значительно поубавилось. Но в час пик желающих прокатиться на троллейбусе по-прежнему хватает. О том, постигнет ли судьба рязанского трамвая этот вид транспорта, узнавала Мария Рудая. Утро Оксаны Платоновой начинается в 3.30. Почти 8 лет она работает водителем троллейбуса и живет по такому графику. В полпятого я выхожу на дежурный транспорт. Выезд у меня из депо 5.45. Перед обедом я заезжаю в 11.43 и выезжаю в 16.20. Заезжаю я 8 часов. Конечно, график тяжелый, но Оксана признается, ее все устраивает. Она сознательно пришла к этой профессии. Сначала была кондуктором, потом в течение полугода проходила обучение на водителя троллейбусом. Признается, не все верили, что у нее получится. Но Оксана доказала. Главное – желание. Об этом мечтала с детства. Уже тогда ей нравилось кататься на этом виде транспорта. Сейчас она с удовольствием идет на работу каждый день. Говорит, это для нее своего рода релакс. Когда Оксана садится за руль, остается только дорога, везущая вперед. Как бы духом расслабляюсь. Не то, что просто, а то, что это мое, и меня это устраивает моя работа. А так это большая ответственность на дорогах. Кто подрежет, то еще что-нибудь бывает. Оксана работает на 15 маршруте. Его вместе со вторым и шестым хотели закрыть из-за нерентабельности. Но 30 октября появилась официальная информация о том, что их все же оставили. А между тем, в сети пользователи все чаще стали задаваться вопросом, не постигнет ли троллейбус судьба рязанского трамвая. Масло в огонь подлил переезд официального управления с улицы Дзержинского на Зубковой. В управлении рязанским троллейбусом нас заверили, что предприятие работает стабильно. И о закрытии речь не идет. Это самый экологический и самый эффективный вид транспорта в нашем городе. Я думаю, наши жители никогда не откажутся от троллейбуса. В основном пожилые люди, им удобнее троллейбуса, он более комфортный. Салон больше, чем в маршрутке маленькую. Некоторые зайти не могут. И маломобильные жители нашего города. Ежедневно по улицам города колесят 100 троллейбусов. При этом 10 из них являются низкопольными, то есть приспособленными для маломобильной категории граждан. Так что по официальной информации пока пассажирам волноваться не о чем. Мария Рудая, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Работы в парке Гагарина закончат через 10 дней. С этим заявлением выступил заместитель главы администрации Рязани Владимир Луканцов во вторник, 13 ноября. Состоялось заседание круглого стола Рязанского отделения Общероссийского народного фронта по вопросам реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды. На нем коснулись вопросы благоустройства в парке имени Гагарина, что в микрорайоне Преокский. Обсудили вопросы исправления допущенных подрядчикам ошибок и сроков их устранения. Владимир Луканцов, заместитель главы администрации Рязани, заверил, что работы в парке имени Гагарина в том виде, в котором они выполнены сейчас, не приняты. Работы по исправлению будут завершены в течение 10 дней. Асфальтирование же в парке закончат в 2019 году. Благоустройство будет продолжаться еще 5 лет. Участники круглого стола раскритиковали столь долгую перспективу благоустройства. Так депутат Рязанской областной думы, сопредседатель регионального отделения ОНФ Игорь Трубитсон сказал, что нельзя лишать рязанцев возможности комфортного отдыха на 5 лет. Притом, по словам чиновника, через это время может понадобиться и новое благоустройство. Напомним, на благоустройство парка имени Гагарина в 2018 году выделено около 12 миллионов рублей. Отапливаем улицы, а не дома. Теплоизоляция отсутствует на целых участках труб. Тепло оседает не в квартирах рязанцев, а на улице. Кто виноват и кто должен компенсировать потери, разбиралась Галина Кудряшова. Трубы горячие, только не в квартире, а на улице. До оголенных участков можно дотронуться рукой или присесть погреться. Ситуация около дома номер 90 на улице Стройково типична для Рязани. Местами изоляции на теплотрассе отсутствует, а это значит, что тепло уходит еще на подходе к дому. Я считаю, что это ненормально, но трубы должны быть все утеплены. Это уже однозначно. И не только вот так. По-другому. Нужна изоляция очень серьезная. Чтобы тепло не уходило на улицу, а было в комнатах, в квартирах. Ну это даже эстетически посмотришь, все везде разбросано. Естественно, конечно, это некрасиво. И, естественно, конечно, тепло уходит. Сейчас еще таких морозов нет. А когда будут действительно сильные морозы, будут лопаться, потому что идет там горячо, там холод. И, естественно, будет уже сразу разность температуры и трубы. Так что следить надо. Специалисты отмечают, что чаще всего от потери тепла страдают жители первых и последних этажей пятиэтажек. К наиболее распространенным причинам также относят открытые колодцы и проблемы с задвижками. Стоит отметить, что существует четкое деление. Управляющая организация и товарищество собственников жилья отвечают за общедомовые коммуникации, которые находятся непосредственно на территории дома. Их обязанность также следить за давлением и температурой в квартирах. А ресурсоснабжающая организация за подвод тепла к дому. Поэтому в данном случае вопросы по приведению труб в норму жильцы должны направлять в адрес РМБТС. Также у них можно уточнить стоимость услуг. Запрашивать нужно и счета, и договоры с ресурсоснабжающей организацией. И по форме очень легко проверить, сколько вы должны платить. Допустим, вы по квитанции заплатили за отопление тысячи рублей. Проверяете по этой квитанции, что выставили такой-то счет. Туда подставляет значение площадь всех отопливаемых помещений вашего дома, площадь вашей квартиры. И смотрите, оказывается, вы должны не тысячи рублей были заплатить в этот месяц, а 600 рублей. В случае обнаружения неточности в расчетах выплату разницы можно требовать в судебном порядке. В этом случае вам не только вернут потраченные средства, но и возместят 50% от их суммы за отказ отправляющей компании решить вопрос сразу. Для тех, кто не хочет идти в суд, специалисты подсказали и другие варианты. С жалобой можно обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Это надзорный орган в сфере ЖКХ. А также написать заявление в прокуратуру. Обе инстанции обязаны рассмотреть обращение в кратчайшие сроки. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Сотрудники уголовного розыска ОМВД России Паризанской области при участии Росгвардии задержали пятерых подозреваемых в хищении топлива. Сотрудники полиции получили информацию, что с нелегальной автостоянки возле одной из деревень каждую ночь выезжает бензовоз, заполненный дизельным топливом. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции была обнаружена незаконная врезка в нефтепровод, от которой до резервуара под землей проложены специальные трубы. Автоматизированная насосная станция работала в круглосуточном режиме, так что охранная система не фиксировала падение давления. По предварительной информации, все это происходило на протяжении двух недель. Незаконный доход злоумышленников за все это время составил около двух миллионов рублей. Следователями УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Одновременно по нескольким адресам в Рязани задержаны пятеро подозреваемых в возрасте от 27 до 53 лет, а на автостоянке наполненный топливом бензовоз. Задержаны пятеро подозреваемых в возрасте от 27 до 53 лет. В отношении четырех фигурантов судом избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Один находится под подпиской о невыезде. Был изъято три иномарки. Трактор, трубы, 62 тонны дизельного топлива, насосное оборудование, система контроля и выравнивания давления в нефтепроводе. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение смерти по неосторожности после гибели подростка в Рязанской спортшколе. Инцидент произошел в среду 24 октября. По результатам следствия в Рязанской спортшколе во время вечерней пробежки 15-летний подросток почувствовал себя плохо и потерял сознание на глазах тренера и других детей. Медработник спорткомплекса и прибывшая на вызов бригада скорой оказали необходимую медпомощь, но спасти юношу не удалось. Согласно полученном в ходе проверки результатом судебно-медицинского исследования, причиной смерти стала внезапная остановка сердца. В настоящее время следователям проводится необходимый комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и дачи им правовой оценки. С этой целью следователями проводятся допросы, изучается истребованная медицинская документация, которая анализируется и сопоставляется с другими материалами уголовного дела. Для ответов на вопросы, требующих специального познания, следователи привлекают специалистов и экспертов. Окончательная правовая оценка тому, была ли трагедия несчастным случаем или стала последствием чего-либо бездействия, станет известно по результатам предварительного расследования, которое в настоящий момент продолжается. Блогер Илья Варламов раскритиковал Новый Рязанский переход на улице Циолковского, где установили светодиодное табло. Блогер пишет, по мнению чиновников, эта светодиодная табличка поможет. Сам пешеход остался таким, каким и был. Здесь нет ни островка безопасности, ни подсветки перехода, ни специального мощения. Зато теперь есть раздражающее мигающее табло. Илья Варламов привел и цитату из письма местной жительницы. Там говорится, что табло загорается только тогда, когда пешеход начинает переходить дорогу. Рядом фонарей нет, а табло в темноте слепит и отвлекает водителей. Блогер также напомнил, что 3 ноября на этом самом переходе сбили девочку. В своем сообщении юноша рассказал, как лучше организовать безопасный переход. Цитата. Безопасен прежде всего такой переход, на котором водитель издали хорошо видит пешехода. Не нужно лепить множество знаков в ярко-желтой рамке или мигающих табличек. Достаточно грамотные подсветки самого перехода. На пешеходном переходе обязательно должен быть островок безопасности. Людям, проживающим в Чернобыльской зоне, положены социальные доплаты за нанесение вреда здоровью. Однако многие трактуют этот закон неправильно и рискуют оказаться на скамье подсудимых. Как спекулирует на чернобыльской теме, выяснила Галина Кудряшова. Купил дом в Чернобыльской зоне и захотел получать пособие на ребенка. 50-летнего мужчину задержали за мошенничество по статье 159.1 Уголовного кодекса. За несколько лет государство выплатило ему порядка 50 тысяч рублей. Однако в законе есть оговорка. Для того, чтобы легально получать пособие, нужно проживать в Чернобыльской зоне постоянно, а не просто быть там зарегистрированным. Только в Михайловском районе к Чернобыльской зоне относятся 285 населенных пунктов. Выплата начисляется за то, что человек дышит загрязненным воздухом, а не просто владеет недвижимостью. Раскрывать преступления оперативникам помогают соседи и главы поселений, местные участковые, а также регулярные рейды. Ежегодно они выявляют около 20 мошенников. На сегодняшний момент, например, выплата за проживание в Чернобыльской зоне, постоянное проживание в Чернобыльской зоне, составляет около 500 рублей гражданина. Если это, например, ребенок, проживающий в зоне, то он имеет право получить 800 рублей, ну, около 800 рублей. Если мы говорим об выплате пособий по уходу за ребенком, то это порядка 6-7 тысяч на первого ребенка и около 12-13 тысяч на второго ребенка. Сумма небольшая, однако получают ее люди годами. За это время набегают сотни тысяч рублей, незаконно взятые у государства. Наказание за данную статью, если мы говорим про первую часть, предусмотрено от штрафа до 120 тысяч рублей до ареста на срок до 4 месяцев. Если гражданин в ходе расследования уголовного дела возмещает причиненный ущерб, ну, попросту вносит денежные средства в счет оплатной организации, он имеет право рассчитывать на прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. Таким образом, в личном деле появится отметка о том, что человек привлекался к уголовной ответственности. Однако судим не был. Это поможет не потерять работу, ведь во многих профессиях требуется справка об отсутствии судимости. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Служителей нет. Вопрос, который мучает каждого юношу, который достиг призывного возраста. Но многие ребята отвечают на этот вопрос однозначное «да». В поддержку военной службы по контракту прошла акция на площади Победы. На площади Победы несколько десятков молодых людей призывного возраста. Все они или решают, или решили служить в армии по контракту. Мама сказала, что это твое решение. Ты уже взрослый. Что хочешь, то и делай. Потому что мне исполнилось уже давно 18. Это чисто мужское решение. Я думаю, любой мужчина из Российской Федерации обязательно должен посетить, не посетить, отслужить свой год. А дальше уже дело каждого. Сергей учится на последнем, четвертом курсе в автотранспортном техникуме. Скоро ему, как и его одногруппникам, предстоит идти в армию. Но Сергей взял судьбу в свои руки. 14 ноября он сам пришел на мобильный пункт, чтобы заключить контракт. Сегодня, если честно, специально сюда приехал ради того, чтобы поступить, точнее написать заявление о контракте на два года. Я думаю, это самое лучшее, что только могли придумать. Ты помогаешь своей стране, защищаешь мирных граждан. А вот Даниил со своим будущим определился давно. Год назад он вступил в ряды юной армии, где и узнал изнутри некоторые аспекты военной жизни. Даниил успел побывать в полевом выходе и поучаствовать в различных культурно-массовых мероприятиях с патриотическим уклоном. Со своей судьбой тоже определился. Меня повредило то, что надо защищать свою родину и узнавать что-то новое. На гражданке ты просто познаешь гражданскую жизнь, но не знаешь, что происходит там на военной службе. На площади Победы проходит второй этап акции по популяризации военной службы по контракту. Параллельно мероприятия проводятся также и на улице Театральной. 14 ноября уже более 140 человек посетили мобильный пункт. Шесть человек подписали контракт на службу в армии. В военной службе по контракту есть стабильность, есть перспектива, есть к чему стремиться и развиваться. Она предлагает большой пакет социальных гарантий, которые распространяются не только на военнослужащих, а на членов семей. Также военнослужащим по контракту предоставляется служебное жилье и право вступить в военно-накопительную ипотечную систему. Это второй этап акции военной службы по контракту «Твой выбор». Она продлится до 15 ноября. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Таежные грибы и ягоды, редкие сорта меда, мармелад ручной работы, более ста наименований рыбной продукции. В Рязани в павильоне у торгового центра «Круиз» начала работу всероссийская ярмарка выставочного центра «Удмуртия». Какой сюрприз подготовили организаторы-посетителям в нашем следующем сюжете. Всероссийская ярмарка встречала рязанцев задорными песнями в честь открытия. В первый день павильон полон покупателей, качества продуктов и товаров. Жители города уже успели оценить. Ярмарка приезжает во второй раз. Выставка продажа выставочного центра «Удмуртия» известна в 22 городах России. Ее ценят за разнообразие и оригинальные товары. Фабричный кашемир из Монголии понравится покупателям, которые ценят удобную одежду из натуральных материалов. Это у нас кардиган из кашемира. Кашемир – это козый пух. Она очень мягкая и очень теплая. Она очень долго носится. И монгольский кашемир считается самой лучшей кашемирой. На выставке большой выбор одежды. Пуховики, шубы из каракуля, авторские безрукавки, разные цвета и модели. Также можно найти продукты, которых в магазинах не встретишь. Мясные деликатесы из Удмуртии и других регионов. Мармелад ручной работы, таежные ягоды и грибы. Более 50 видов сыров. Есть шоколадные и с лепестками суданской розы. Несоленые осетинские сыры, рассольные, кавказские. Особая гордость сыры абхазского производства. Сыр производится из натурального молока. То есть никаких добавок больше нет. Здесь есть чистое молоко и соль. Добавляются натуральные начинки, такие как перец, мята, болгарский перчик с укропчиком, укропчик, петрушечка. Сыр уникален тем, что его нигде нет. Кроме нас его никто не производит. Рязанцы выставку оценили. Большинство ушли с покупками, полезными подарками для друзей и родных. У меня все нравится. Тепло, хорошо в павильоне и много сладостей. Вот там в начале прям я думаю, что сейчас пойду куплю что-нибудь. Очень понравилось. Хорошая продукция. Купила бабушке себе мед, детям, чай. В общем, мне все нравится очень. Для покупателей приготовили сюрприз. Они могут получить купон, чтобы стать участниками розыгрыша бытовой техники и товаров с ярмарки. Работает ярмарка с 14 по 17 ноября с 10 до 19 часов. 18 ноября с 10 до 16 часов павильон расположен у ТРЦ «Круиз» по адресу Солочинской шоссе 11. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Роснефть стала самым популярным топливным брендом согласно опросу в ЦИОМ. На втором месте «Лукойл». Третью строчку занимает «Газпромнефть». Важным событием для российского топливного рынка стала презентация инновационного топлива «Пульсар-92» и «Пульсар-95», которое состоялось этим летом. В Рязанской области новое топливо представлено уже на 35 АЗС-компании. Автолюбители смогли оценить его качество. В рамках этапа российской серии кольцевых гонок на трассе Москоу-Рейсвей объявила о старте продаж нового премиального высокооктанового топлива «Пульсар-100». В топливе «Пульсар-92» и «Пульсар-95» содержится повышенное количество высококачественных компонентов, предотвращающих образование отложений, и уникальная многофункциональная моющая присадка, которая обеспечивает чистоту топливной системы в процессе работы двигателя. А буквально два месяца назад «Роснефть» объявила о старте продаж нового премиального топлива «Пульсар-100». Использование топлива «Пульсар-100» способствует улучшению динамики автомобиля с высокофорсированным двигателем, повышает показатели мощности и крутящего момента мотора. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиру в новом жилом комплексе «Полянка». Недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 27-55-55. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok